Тип членистоногие. Очень богатый живыми организмами тип беспозвоночных. Он насчитывает более полутора миллионов видов. К этому типу относятся организмы, тело которых поделено на сегменты. На переднем отделе тела находятся органы чувств и захвата пищи. Средний отдел отвечает за передвижение, а задний за пищеварение и размножение. Покров исхитина служит наружным скелетом. К нему прикрепляются мышцы. Именно у членистоногих впервые появляются настоящие ноги. Членистоногие имеют двустороннюю симметрию тела. Тип членистоногие делится на несколько классов. Мы рассмотрим классы ракообразные, паукообразные и насекомые. Познакомимся более подробно с представителями класса ракообразные. Один из самых известных представителей ракообразных – речной рак. Все его тело покрыто прочным панцирем из пропитанного известняком хитина. Панцирь не растягивается, поэтому когда рак растет, он, как и все членистоногие, линяет. Тело ракообразных делится на голову, грудь и брюшко. У рака тело состоит из двух отделов – сросшейся головогруди и брюшка. Первые две пары конечностей у речного рака превратились в усики. Затем три пары многочелюстей, которые составляют ротовой аппарат. Далее расположены пять пар ходильных ног. Первая из них заканчивается мощными клешнями. На брюшке располагаются брюшные конечности, которые служат для размножения. Нервная система схожа по строению с нервной системой кольчатых червей и состоит из окологлоточного нервного кольца и нервных стволов, которые отходят от него и соединяют нервные узлы в теле. Органы чувств рака имеют сложное строение. Главную роль играют сложные фасеточные глаза, состоящие из множества мелких глазков – фасеток. Кровеносная система у ракообразных, как и у других членистоногих, не замкнутая. Функцию крови выполняет гемолимфа, которая движется как по сосудам, так и в полости тела. Движение гемолимфы происходит благодаря сокращению сердца, куда гемолимфа попадает из жабр. Дышит рак жабрами, которые находятся на отростках многочелюстей и ходильных ногах. Органы выделения рака – парные зеленые железы. Для раков характерно половое размножение. Оплодотворение внутреннее. После оплодотворения самка откладывает яйца и прикрепляет их к брюшным конечностям. Для многих ракообразных типичен половой деморфизм, то есть различия в строении тела самцов и самок. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...